Всем привет! Это Артём Укьянов и сайт videosmile.ru В сегодняшнем уроке мы с вами будем создавать наикрасивейшую композицию, которую я назвал «Океан». Давайте посмотрим на неё. Красотень-то какая! Кстати, данный урок очень схож с уроком отражения на водной поверхности, поэтому если вы справились с тем уроком, то и с этим у вас не возникнет никаких проблем. ОК, приступим. И для начала давайте создадим новую композицию. Идём в Composition, New Composition. Здесь выберите preset NTSC DV, выставите длительность в 10 секунд и нажмите ОК. Далее давайте создадим новый сплошной слой. Идём в Layer New Solid. Здесь задайте его размеры 2000 пикселей на 2000 пикселей. Выберите чёрный цвет и нажмите ОК. Перейдём к панели Effects & Presets и найдём эффект Fractal Noise. Вот он находится в группе эффектов Noise & Grain. Переносим его на наш сплошной слой и оставляем все настройки по умолчанию. Далее опять же возвращаемся к панели Effects & Presets и находим эффект Fast Blur. Опять же переносим его на наш сплошной слой. Переходим к панели Effect Controls и выставляем напротив параметра Blurness значение в 25 единиц. Супер. Теперь перемещаемся на панели Timeline и ставим кубик вот в этом вот чекбоксе, чтобы перевести наш сплошной слой в 3D режим. Далее выбираем инструмент Rotation Tool, наводим его на ось X и поворачиваем слой на 90 градусов, чтобы переместить его в горизонтальную плоскость. Вот так вот. Теперь опять же выбираем инструмент Selection Tool, наводим его на ось Z и опускаем сплошной слой немного вниз. Примерно вот так вот. Окей. Займемся небом. Переходим на панель Project и теперь вам нужно загрузить сюда какое-нибудь изображение неба. Таких изображений очень много в интернете, поэтому вам не составит труда скачать их и загрузить в программу After Effects. Я уже сделал это, поэтому я сразу беру этот слой и переношу на панель Timeline. Также переводим его в 3D режим, ставя кубик в чекбоксе 3D Layer, уменьшаем масштаб панели Composition. Отлично. Наводим курсор на ось Z и отодвигаем слой с небом немного назад. Вот так вот. Теперь наводим курсор на ось Y и немного приподнимем слой с небом. Супер. С небом мы разобрались, теперь давайте займемся созданием отражения. Отключаем сплошной слой, который у нас находится в горизонтальной плоскости, чтобы он нам не мешал. Далее выделяем слой неба на панели Timeline и нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать его дубликат. Назовем его отражение. Далее кликаем по нему, чтобы выделить его. Нажимаем кнопку с английской буквы S, чтобы открыть параметр Scale. Далее кликаем вот по этому вот значку, чтобы убрать соотношение пропорций масштаба. И изменяем масштаб по оси Y на противоположное значение. То есть сейчас у меня значение равно 100 единицам, я меняю его на минус 100. Тем самым мы добьемся зеркального отражения данного слоя по вертикали. Отлично. Опять же выбираем данный слой на панели Timeline, чтобы появились вот эти вот стрелочки управления слоем. Наводим курсор на ось Y. Опускаем слой отражения в нижнюю часть кадра и состыковываем его верхний край с нижним краем слоя неба. Вот так вот. Вернитесь к панели Timeline и для слоя отражения в столбце Parent назначите слой родитель неба. Теперь все эти операции, которые мы применяем к слою неба, также применяются и к слою отражения. Отлично. Кстати, если у вас на панели Timeline нету столбца Parent, кликните здесь правой кнопкой, выберите пункт Columns и здесь уже вы выберете пункт Parent. Супер. Идем далее. Выбираем слой Black Solid на панели Timeline и выполняем команду Layer Precompose. Здесь поставьте галочку Move All Attributes into the New Composition и нажмите ОК. Далее давайте создадим новый корректирующий слой. Для этого идем Layer New Adjustment Layer. Далее перейдем к панели Effects and Presets и найдем эффект Displacement Map. Так, Displacement Map. Вот он, находится в группе эффектов Distort. Переносим его на только что созданный корректирующий слой и переходим к панели Effect Controls. Здесь напротив параметра Displacement Map Layer выставите ту композицию, в которую мы поместили наш сплошной слой. Далее напротив параметра Max Horizontal Displacement измените значение на 50 единиц, а значение напротив параметра Max Vertical Displacement измените на 75 единиц. Супер. Обратите свое внимание на панели Composition и вы увидите, что мы уже получили что-то похожее на океан. Создадим новую камеру. Идем в Layer New Camera. Здесь выберите 35-мм пресет и нажмите ОК. Если вы сейчас выберете инструмент Orbit Camera Tool на панели Tools и переместите нашу камеру, то вы увидите, что наша водная поверхность смещается вместе с камерой. Это происходит потому, что программа не воспринимает слой Black Comp как 3D-слой. Хотя мы помним, что сплошной слой, который помещен в данную композицию, является 3D. Чтобы программа воспринимала данный слой как 3D, нужно всего лишь поставить значок в столбце Collapse Transformations. Теперь переместите камеру и посмотрите, что водная поверхность остается на месте. Но здесь возникает еще одна проблема. Наш корректирующий слой, то есть Adjustment Layer, которому применен эффект Displacement Map, воздействует не только на слой отражения, но также и на слой неба. Чтобы исправить это, давайте переместим слой Adjustment Layer между слоем неба и отражения. Отлично. Теперь корректирующий слой воздействует только на слой отражения. Но здесь возникла еще одна небольшая проблемка. Это вот эти черные пятна. Чтобы избавиться от них, давайте перейдем к панели Effects & Presets и найдем эффект Motion Tile. Motion Tile находится в группе эффектов Stylize. Переносим его на слой отражения. Далее переходим к панели Effect Controls. Здесь ставим галочку в чекбоксе Mirror Edges. И изменяем значение параметра Output High со 100 до 150. Супер. Теперь никаких черных пятен у нас не видно. Теперь можно выбрать инструмент Track Z Camera Tool и немного пододвинуть нашу камеру. Чтобы не было видно черных пятен по краям. Вот так вот. Итак, что нам осталось делать? Нам осталось немного оживить поверхность нашей воды. Для этого открываем композицию Black Comp. Здесь выбираем слой Black Solid. Переходим к панели Effect Controls. И включаем анимацию для параметра Evolution. Перемещаем индикатор текущего времени примерно на 5 секунд вперед. И изменяем значение параметра Evolution до 2 оборотов. То есть до 720 градусов. Отлично. Посмотрим. И теперь видим, что наша поверхность немного переливается. Возвращаемся в основную композицию. И теперь нам нужно немного поработать с цветом нашей водной поверхности. Чтобы придать ей пущей реалистичности. И в этом нам поможет эффект Curves. Кривые. Находим его в панели Effect and Presets. Переносим его на слой отражения. Переходим в панели Effect Controls. И изменяем данную прямую примерно вот до такого состояния. Супер. Теперь переходим опять же к панели Effect and Presets. И находим эффект Tint. То есть оттенок. Также переносим его на слой отражения. Теперь вы видите, что наша водная поверхность стала совсем бесцветной. Сейчас мы это исправим. Изменяем значение параметра Amount to Tint до 35%. Вот так вот. И наша водная поверхность становится просто шикарной. Супер. В заключении нам осталось лишь анимировать положение камеры. Для этого выбираем нашу камеру. Нажимаем клавишу с английской буквы P, чтобы открыть параметр Position. Выбираем инструмент Track Z Camera Tool. Кликаем по значку с секундомером, чтобы поставить первый ключевой кадр. Далее перемещаем индикатор текущего времени. И немного приближаем камеру. Выделяем оба ключевых кадра. И нажимаем клавишу F9, чтобы выполнить команду Easy Ease. Все. Нам лишь осталось просмотреть нашу композицию и убедиться, что у нас все получилось. Смотрим. Да, все супер. И на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, у вас все получилось. Это был Артем Лукьянов и сайт VideoSmile.ru Увидимся в следующем уроке. Продолжение следует...